Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, идет период предправства праздника Рождества Христова, и сегодня, в сегодняшний день, Церковь предлагает к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания, соборного послания святого апостола Иакова, глава 1, стихи с 1 по 18. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с веру, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает человек такой получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он преедет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори. Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое таяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы приступаем с вами к чтению соборного послания святого апостола Иакова, глава первая, стихи с первого по восемнадцатый. Послание апостола Иакова, почему мне лично оно нравится, потому что здесь очень много интересных образов. Здесь не только богословие, но здесь еще и некая поэтика слова. Конечно же, она все больше и больше нам раскрываться будет, если мы будем погружаться в филологические какие-то глубины, будем анализировать исходный текст, будем смотреть какие-то аналогии в других языках, потому что интересно сравнивать еврейский текст, еврейские какие-то слова и образы, потому что очень много из еврейской культуры пришло, параллельно много с притчами в этих текстах. Но интересно посмотреть и греческий текст. И в дальнейшем, читая данное соборное послание, конечно же, наверное, будем какие-то точечные моменты прорабатывать, но в рамках нашей передачи мы не сможем глубоко проанализировать все тексты, их филологическую составляющую, их поэзию. Но в целом это особенность данного послания. Вот эти, скажем так, образы, символы, метафоры, которые приводит здесь апостол Иаков, они очень дополняют текст, наполняют его какой-то именно поэтической красотой и дополнительным, на самом деле, нравственным смыслом. Ведь притчевость, она дает, скажем так, очень много оттенков для понимания текста. Итак, «Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом находящимся в рассеянии, радоваться». Мы видим, кто и кому пишет данное послание. То есть это соборное послание, направленное двенадцати коленом находящимся в рассеянии. Но на самом деле двенадцать колен, что это? Это не ветхий и старый Израиль, это новый Израиль. Мы можем говорить, что это послание не только к иудео-христианам, но и всем христианам, которые были уже и из язычников. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Сперва он говорит об искушениях, о том, что искушение на самом деле возгревает в нас терпение и смирение, то есть активное преодоление трудностей. Испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Действительно, те трудности, которые мы имеем в жизни, мы не должны их бояться, мы не должны об них спотыкаться, но должны четко помнить, что они всегда будут в нашей жизни. И от того, как мы на них отреагируем в своей духовной жизни, не озлобимся, не будем осуждать, а попробуем с терпением, со смирением преодолеть и тем самым достигнуть совершенства. Поэтому не смущайтесь испытаниями. Если же у кого из вас недостает мудрости, как преодолеть? Потому что бывают сложности и трудные действительно какие-то ситуации жизненные. Нужно просить разума у Господа. Не каких-то знаний, а именно мудрости. Мудрости, как с христианской совестью преодолеть данное испытание, данную скорбь в нашей жизни. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но, смотрите, как важно здесь говорит апостол Иаков, с верою. Вера первична. Дальше апостол Иаков будет рассуждать на тему взаимодействия веры и дел. И здесь, на самом деле, будет лишь подтверждать тезис апостола Павла, что мы спасаемся через веру. Но апостол Иаков будет раскрывать нам тезис, а как в этом спасении через веру оказываются дела, и какое место они занимают. А занимают они важнейшее место в деле нашего спасения. Вера – это необходимое условие, а дело – это, скажем так, жизнь веры. Без дел вера мертвая. Но об этом будем обсуждать далее. Апостол Иаков пишет, «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Поэтому мы должны укреплять свою верность Богу, доверие Его заповедям и понимание, что как бы трудно не было исполнить сейчас заповедь, мы не должны отступать от нее. Потому что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Соответственно, и верность Богу он потеряет. «Нахвалится брат, униженный высотою своей, а богатый унижением своим». Здесь говорится о той антиномии христианской жизни, что, как говорится в Писании, помните, Господь наш Иисус Христос говорит, «Кто хочет быть первым, да будет вам слуга». И первые станут последние, последние станут первыми. Поэтому и говорится здесь о высоте униженного и о унижении богатого. «Потому что все приходящее, не приходящий только Господь Бог и Его любовь, которая и должна быть основным мотиватором и фундаментом нашей церковной жизни. Восходит солнце, и вот о чем я говорил. Пример, какой замечательный поэтический пример. «Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает. Исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Помните о приходящей красоте этого мира и о неприходящей красоте небесного царства. К всему и стремитесь. К всему и призывает на сегодня церковь через послание апостола Якова. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Заметьте, мы вначале говорили о терпении, преодолении искушений, о человеке с двоящимся мыслью. И опять апостол Яков возвращается к этой теме, говоря об искушении и говорит, что искушение происходит не от Бога, а от человеческого произвола. И мы сами, не борясь со своей похотью, обольщаемся ею и впадаем в искушение. Похоть, зачав, граждает грех, а сделанный грех рождает смерть. Здесь уместно вспомнить послание к римлянам, шестую главу апостола Павла, где тоже говорится, что «плата за грех – смерть, а плата за веру – жизнь бесконечная, жизнь вечная с Богом». «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние, доброе и всякий дар совершенный исходят свыше от Отца». Да, искушение – это изнутри нас идет, это мы не бережем очи свои, похоть очез, гордая житейская, все это нас развращает, и мы сами не хотим бороться с самими собой. А вот дар приходит свыше, от Бога, у которого нет изменений и ни тени перемены. Восхотев, Он родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Мы – новый Израиль, мы – новое творение Божие, поэтому будем жить в обновляемом благодати у Божьей естестве и получать эту благодать через покаяние и смирение. Поэтому будем молиться, дорогие братья и сестры, не унывать, и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе, и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес.